Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян, и мы в полном составе вместе с нашими друзьями из Смоленска отправляемся в очень интересное место, которое находится недалеко от Смоленска. Мы туда едем впервые, ребята говорят, что это просто топчик из всех топчиков. Посмотрим, запустим дрон, покупаемся, возможно что-то возьмем на прокат, пообедаем, в общем, все самое интересное в этом видеоролике. Поддерживайте обязательно выпуск лайком, пишите свои комментарии и очень надеюсь на ваши репосты данного видеоролика. Погнали! Перед тем, как мы с вами продолжим, я хочу вам кое-что порекомендовать. Мы очень много путешествуем, смотрим, изучаем какие-то различные места, проверяем маршруты, проверяем какие-то столовые, кафе, рестораны, где-то ночуем дикарями, где-то заселяемся в какие-то гостевые дома, в гостинице. Так вот, для того, чтобы вам было проще путешествовать по нашему югу, Крыму, Абхазии, мы написали наши авторские гайды. У нас их целых 5. Это гайд по Крыму. Крым мы пропутешествовали и продолжаем путешествовать как дикарями, так и, так сказать, отельно. Там есть локации, рекомендации, куча маршрутов, достопримечательностей, очень много всего. Следующий наш авторский гайд по Большой Анапе. Там тоже куча всего. Есть контакты жилья, маршруты, достопримечательности, туристические и нетуристические. Далее по Большому Геленджику. Там тоже куча информации. Есть тропы, по которым никто не ходит, возвышенности, горы, крутые пляжи, также столовые рекомендации, советы. Следующий наш авторский гайд по Большому Сочи. Это очень большой гайд, состоящий из двух частей, но все-таки Сочи-то большое. Мы разделили этот город на все районы и дали максимальную информацию. Все пропутешествовали, посмотрели, изучили, поэтому смело приобретайте. А для тех, кто захочет отправиться в Абхазию, мы написали авторский гайд по Абхазии. Друзья, ценность этого гайда настолько огромная, ну как бы в любом случае это другая страна. Там есть также рекомендации, советы, кафе, где действительно можно вкусно покушать, недорого, ну а где-то цены как бы ресторанные. Мы все проверили, где покупать шашлыки, где покупать даже памперсы, тоже это все отметили. Как снимать деньги, где снимать деньги, какие карты собрать и так далее, ну подобное, все найдете в этом гайде. Ребятки, наши гайды стоят всего лишь 490 рублей каждый. Приобретайте, путешествуйте с удовольствием по этим местам. Как приобрести, есть ссылочка в описании. Просто нажали, приобрели и погнали в путешествие. Ехать нам до этого места примерно километров 100 или 120, что-то такое. Где-то по времени часа полтора. Возможно, сейчас все дети поспят, пока мы едем. Малооблачная погода, за бортом 23,5 градуса. Очень и очень комфортно для того, чтобы гулять и отдыхать. В предыдущем видеоролике мы показали вам центр города, погуляли, показали тоже интереснейшее природное место. Очень напомнило место Суко, которое находится недалеко от Анапы. Обязательно посмотрите, ссылочку оставлю в описании. Поехали мы, вот как я и говорил, примерно час 20, 120 чем-то километров. И приехали мы в большущий национальный Смоленский парк по Озерье или по Озерье. Как-то так. Здесь огромное количество озер. Мы приехали на тропу, которая называется Тропа Медвежья. Ребята говорят, там очень сильно красиво, поэтому мы хотим по ней пройтись, прогуляться. А потом, наверное, поедем до какого-нибудь озера. Рытное, что ли, называется. Вроде туда. Возможно, искупаемся. Указатель Дендропарк. Добро пожаловать в аптекарский сад. Ну, в сам сад мы не пойдем. Мы будем двигаться вот сюда вот. Здесь, кстати, прям недалеко находится самое большое озеро всего этого парка. Но мы-то не поедем. Почему-то, не знаю. Так, вот, экологическая тропа в царстве бурого медведя. Что, здесь медведи водятся? Артем, в этих троях водятся, но на этой тропе ни разу не видели. А-а-а. Надеюсь, не увидим. Это так же, как про клещей, да? Их тут много, но я их не встречал. Да, да. Все понятно. Да, сын. Ничего страшного. Спасибо, что забираете мусор с собой. Да, обязательно это делать. Вообще, всегда вам говорю. Часто во всех выпусках. Экологическая тропа в царстве бурого медведя. Экологическая тропа посвящается бурому медведю, жителю наших лесов. Крупного зверя, который внушает уважение каждому человеку. И которых с былых времен для европейцев отождествляет образом Россия. Да, кстати, вот Ярославль, это как раз тоже про медведя. Тропа кольцевая начинается и заканчивается возле Дендропарка. Протяженность тропы 1,7 километров. Продолжительность экскурсии 1,5 часа. Тропа снабжена ориентирами метками белого-синего цвета на деревьях справа по ходу движения, оборудованной информационными стендами. Тропа проходима с мая по ноябрь. К вашим услугам информационные щиты. Бурый медведь, еле обыкновенная, круговорот жизни, верховое болото, ориентирование в лесу, медведь и мед, муравьиная многоэтажка, ничего себе. Сосна обыкновенная, переемственность в природе. Все, погнали. Здесь аллея, аллея сотрудниками банка ВТБ. Ничего себе, погуляев. Вот здесь каждое дерево, получается, кто-то высадил. Есть деревья, вот, например, как вот этот дуб, достаточно уже большое. А мы будем туда. Ксюша вообще говорит, это место силы, тропа такая, не знаю, сейчас посмотрим. Возможно, там где-то полетаем. Посмотрите, какая классная березовая роща. Одни березки. Как не поссориться с медведем? Вот информационный стенд. Здесь вот можно ознакомиться с правилами поведения, если вдруг вышел медведь. Да, уж. Я почему-то думал, что в этих краях медведей нету. А в итоге есть. Надеюсь, мы пройдем все будет спокойно. Так, у нас дальше еще один информационный стенд. Запах здесь, конечно, ребятки, огонь. Уважаемые посетители, на данной экологической группе с июля 13-го года ведутся филологические наблюдения за определенными растениями, помечены краской и колышками. В качестве объектов отобрано 24 вида. Вот, большая возможность трогать колышки, тем более растения вблизи их. Вот, видите, ребятки, информацию? Никакие растения руками трогать нельзя. Вот березок, посмотрите, как прям просветы такие идут, как много березок. Я не буду попать. Да. Тут так здесь аккуратненько дрова сложил. Здесь какая-то табличка. У медведя замечательный слух и нюх. Это мы сейчас проходим часть верховой болота, называется. Болотистое место. Растет мхот. Растет мох. И видно, что вот это, походу, здесь... Урожайная клюква. Да, здесь клюква. Вот Артемка кричит. И мне кажется, что это кустики черники. Да, здорово. И здесь, видите, как выложили тропинку. Не просто тропинку, а прямо из досок сделали. Конечно, прикольная. Да-да-да, Темочка, я уже услышал, все услышали, что урожайная клюква здесь. Да, урожайная клюква. Она на самом деле так растет незаметно. Вот так вот, если листочки отодвинуть, то вот ее можно заметить. Ага. Да, вот она, чик. Черника это или голубика. Непонятно. Вот, валяется голубика. Очень-очень много, видите-ка. А вот здесь вот, прямо болото болотом. Мокрый, мок уже. Идем, я Родиону говорю, медведь аккуратно. Он такой идет, смотрит. Это обычная картина медведя. Я думаю, что на другой стороне будет надпись какая-нибудь. Нету, да, сынок? Папа. Это, наверное, чтобы людей напугать. Здесь, кстати, такие большущие комары. Прям огромные. И это, нужно есть сюда посещать. Нужно прям всем набрызгиваться. Либо одевать какой-то, какие-то комплекты одежды, чтобы тебя не прокусывали. Мы идем так-то в футболках, шортов. В принципе, заранее попшикались. Вот, вроде норм. Но есть такие, которым вообще все равно на твое средство. И главное, детям говорю, побыстрее проходите. Очень много муравьев. И здесь есть вот такой вот огромный-огромный муравейник. Сто лет, кстати, вообще уже не видел таких больших. По-моему, последний раз, когда был маленький. Смотрите, какой здоровенный муравейник. Обалдеть. Упасть туда, бах. Вот это будет прикол. Вот он, муравьиная. Многоэтажка. Это кассия. Это кассия, там тоже кассия. Ну, буквально 20 минут, и все, и мы уже у машины. Вот такая вот тропа. Как вам? Пишите в комментариях. У всех в жизни случаются сложные финансовые ситуации. И несколько лет назад мы сами в такой ситуации оказались. И тогда ничего не оставалось делать, как обратиться в Альфа-банк и заказать себе кредитную карту. Как вы можете заметить, до сих пор карточка ездит с нами. Тогда условия были следующие, что мы брали кредитную карту, пользовались деньгами аж целых 100 дней. Вы только вдумайтесь, 100 дней пользоваться чужими деньгами и не платить проценты. На рынке никто не давал ничего подобное. Но сейчас Альфа-банк пошел еще дальше и сделал аж целый год пользования деньгами без процентов. При совершении первой покупки в течение 30 дней после оформления карты. Также тратя с этой карты деньги, вы получаете от партнеров аж до 33% кэшбэка. То есть тратите и зарабатываете. Также вы получите бесплатное обслуживание целый первый год. Максимальный кредитный лимит по данной карте до 500 тысяч рублей. И еще решения по данной карте принимаются за считанные минуты. Ссылочку на эту карту я оставляю в описании. Переходите, оформляйте и самое главное пользуйтесь с умом. Мы сейчас, значит, заехали в одно место, на одно озеро, битком. Просто сразу развернулись и поехали куда-то подальше, на другое озеро, чуть позже скажу название. По пути заехали в магазин, купили шашлык, купили овощи, обязательно приготовим, потому что время уже четвертый час, очень хочется обедать. Вот. Ну, как всегда, вы с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видали какие кадры? Наконец-то, наконец-то. Но единственное, что мы хотим себе купить хороший дрон, свежую модель DJI Mavic 3 Pro, для того, чтобы я не ехал за рулем и управлял, потому что немножко сложно, а для того, чтобы ты мог выставить функции, да, и все, и дрон летит за твоей машиной, облетая все препятствия. Здесь, смотрите, какая красота, вот оно, собственно, это озеро, здесь есть беседочки. Я хочу сейчас достать колясочку, новый транспорт Мирончику, вот такую вот мы недавно приобрели, так она очень легко раскладывается, чикс одной рукой, вот. Закрываем багажник, так, и будем сейчас разжигать костер. Мирончика переложили, это уже полдела. Мальчишки запускают там свой катер, здесь, смотрите, какая-то штуковина, видимо, как-то мясо так запекать. Здесь еще такая одна, ну, собственно, беседочки. Прикольно, даже есть, на самом деле, барная стойка. Сколько стоит, не знаю, здесь ягеря приезжают просто и берут какую-то плату. Но, в целом, выглядит все очень ухоженно и добротно. Так, есть информационный щит, есть даже умывальничек, есть даже мыло, смотрите. Вот, щит, вода течет, здорово. У нас есть свой душ, поэтому мы, в принципе, можем пользоваться своим душем. А сейчас пойдемте достанем мангал. Возможно, сейчас поставим милч, чтобы девчонки ходили. Вот, стол у нас тоже, в принципе, есть. Ну, сейчас посмотрим. Вон туда, в самый конец, убираю мангал, поэтому приходится сейчас доставать отсюда. Такой у нас шкафчик, да, недавно появился. Собственно, душ. Сейчас все подключим, чтобы было все максимально функционально. Так, пока пойдем мангал относить и арбуз. Берем леечку, ложим сюда прокладку, чтобы не текло. Я ее всегда вытаскиваю, чтобы не потерялось. Вот, и... Сколько там воды? Подержи на все. Ну, в боке не знаю, сколько воды. Хватит нам помыть, и ягоды. И перекручиваем все это дело сюда. Все, смотрите, открываем. Вот так вот щит. Вот, пропускаем. Сейчас пойдем. Что, нет от тебя? Да, нет, все пошло. Сейчас, подожди, сейчас баки проверим. Хотел машину разворачивать, получается, под наклоном стоит, и вся вода ушла вперед. Мы сейчас, неполный бак у нас. В итоге здесь есть родниковая вода, мы сейчас заодно наполним бак и еще наберем. А, вот это вот? О, смотрите, как здорово. Как удобно сделали. Опа. О, красота. Сразу видно, железа много. Купили по пути вот такую голубику. Вообще бомбическая. Это вот ни разу не магазинная. Это вот прям чудо. Ммм, немножко. Смотрите, кто к нам пришел. Кто? Уточка. Утка. Да? Утконос. Утконос, ага. Пришел. Делаем безоправку. Ну и, собственно, вот напор. Смотрите. Сейчас пройдет. Вот. Все, пошло. Вот, пожалуйста. Слабый, мне кажется, достаточно хороший. У меня здесь есть вот такая вот очень красивая скотерочка. Сейчас мы на стол положим, чтобы было симпатичнее, так сказать. Вот, плиточку я уже принес, чайничек принес, газ принес. Вот, сейчас будет красота. Тут постоянно стали гонять вот с таким вот нитратомером. Сейчас хотим замерить арбуз. Измерение. Арбуз. Сразу замерим в сердцевине. Сколько он тут нам сейчас покажет. Так. Во, незначительное превышение. 78. Вот, сердцевину точно можно кушать. Сейчас еще проверим, где шкурка. Смотрим. Видал? 200. Ну, короче, как бы вот к шкурке лучше не есть. В центре незначительное превышение. А вот здесь не проверим? Вот здесь. Во, видите, тоже 100. Значительное превышение. То есть лучше как-нибудь вот до сюда есть. А ты не говорил. Собственно, мангал у нас почти готов. Уголь почти прогорел. Ягода безумно вкусная. Вот так вот мы и накрыли. Так у нас получилось. Вот, аккуратненько, здорово. Арбуз тоже нарезали. Красота. Пока ехали, он остался холодный, как из холодильника. Мы из беседки решили переехать сюда вот ближе к водоему, потому что у нас здесь горит костерчик. И меньше комаров. Мы, собственно, выставили наш стол. Теперь будем вот с таким вот видом. Маленький, как наяривает. За Ксюшу держится и ест. Там Агнеса спит, Артем. Ставим уже первый кампурочек. Вот любое, но только няня. Не знаю, красотища. А мальчишки все запускают, запускают свой катер. Вчера поймали, точнее, катер поймался в сети. Сегодня, походу, поймает камыши. Но это не точно. Шашлык взяли готовы вообще. Сто лет не брали уже. Вот такой вот. Ну попробуем. По крайней мере, видно, что специй мало. Главное, чтобы сочный был. 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 Здесь, я сразу спалил, много сетей стоит, смотрите, раз, два, три, четыре, пять сетей, а вон еще вдалеке сети есть. Значит, здесь рыба есть, эх, сейчас бы порыбачить, а нет у меня спиннинга своего. А вот здесь, вот то, что мы на дроне с вами видели, там разводят рыбу. Вот такая красота у нас. Получилось? Да, Артем у нас любит пожурить. Он же у нас вот так пересмотрел кондитера. Он думает, что он и... Все, будем садиться кушать, приятного нам аппетита. Еще хочу вам показать такой момент. Мы совсем недавно купили вот такой вот огромный бокс на крышу, 52 литра, и полностью разгрузили салон. Дело в том, что у нас было в багажнике много чего наложено, значит, в салоне у нас много чего стояло. Сейчас у нас абсолютно просторно, и что я хочу сказать насчет биотуалета, что сейчас там, где мы не можем, например, установить или не хочется устанавливать туалет-палатку, его просто вот так теперь аккуратно ставим в салон. Темчик, этого делать не нужно. Вот, и, собственно, все, можно делать дела. Вот эта штука просто вот такая вот классная. Ну, соответственно, все вот это оборудование, которое мы сделали, делаем бусик вот так вот под себя, под наше удобство. Достал Темке удочку, он будет рыбачить, а мы сейчас с Амбатом пойдем купаться. Уже переоделись. Мирончик, он ползает, довольный. Ну-ка, стой, 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 на лбу, ой, как хорошо тебя прикусил-то, да, сыночек? Пойдем? Надеюсь, вода не холодная, но это не точно. Надеюсь, здесь, в гвозди, ты в тапочку прям? Нет, я так, в тапочку. Я сначала искупнусь с Темчиком. Не парное молоко, но нормально. Нормально, просто солнце нету. Ты здесь купался? Да, но чуть дальше. Просто как к дну там, ничего, коряги нету. А, а-а-а-а. Я не проверял, но вряд ли здесь такие будут. А-а-а, стекло там не стекло. Ой. Ух ты, обрыв, обрыв. Я провалился. Я не сам, я провалился. нет нога вышел давай не кайф на ненормального да кстати она отличается от волги на волге прямо на такая коричневая что ли вода а если прям зелененько видно даже ноги а так не знаю будет именно нет прозрачность такая хорошая нормальная прозрачность ну а есть озеро чистик тут недалеко там вообще прям ну поэтому и не хватит чистик там настолько прозрачность большая что ты можешь дно увидеть полутора метров ну так плывешь на лодке и ты видишь дно ни хрена себе с рядом такие красоты на как текать кей ну вода местами на как будто газов как азов да наверное да как азов вот и псалда напоминает азов многие про это говорят вода она не соленая там в каспии вообще но есть соленоватость не совсем чуть-чуть поэтому же его и называют что это больше озеро чем море не то оно потому что никак не соединяется с океаном до не устояли до реки наполняют только его вот это кубка вот собственно почему я упал вот я стою вот задираю ногу вот я провалился после такого купания будем греться у костра мы решили уже собираться и дети нам начали активно помогать унесли туда коляску стол с часами собрали с вами несут так а я пытаюсь собрать мангал чем кого полил водой сырой конечно не хочется играть сохнет долго что-то вот такое замечательное путешествие у нас по смоленской области получилось сегодня мы поели попели песни под гитару сделали костер короче очень круто отдохнули как вам напишите в комментариях я уже оценил лейку машина полностью укомплектована все сидят по машинам и мы отправляемся отдыхать я очень сегодня хочу рано лечь спать и выспаться потому что в последние вообще это не удается сделать я с вами прощаюсь увидимся с вами завтра в новом видеоролике не забывайте поставить лайк написать комментарий как вам природа смоленской области пока а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон